Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Высадули в огороде. Сегодня я вас приглашаю в теплицу, в теплицу, где у нас посажены огурцы. Теплица эта накрыта пленкой светлица, не поликарбонатом, и притянена обязательно сеткой притенения. Почему я снова возвращаюсь к теме огурцов? Потому что очень возникает много вопросов, как же выращивать огурцы, как их везти, посынковать, не посынковать, как направлять огурец. То есть вопросов всегда возникает очень много. И вы часто пишите, что вот огурец, огурцов много, огурцы не растут, или отваливается завязь желтеет. И я постараюсь на некоторые вопросы ваши ответить. Во-первых, почему огурец не растет, почему он не завязывается, сам плод, почему он тормозит в росте? Дело в том, что огурец очень-очень прожорливый, и его нужно кормить, кормить и еще раз кормить. Но немалое значение имеет формировка огурца. То есть вот здесь вы должны подойти с полной ответственностью. Как вы будете выращивать огурец? Первое, это может быть подвязка шпагатом огурца, но мы используем не первый год сетку. Потому что огурец очень хорошо плетется по сетке, удобно за ним ухаживать, огурцы не болеют. Вот, и всегда достойный урожай. Вы опять задаете вопрос, надо ли прищипывать макушку огурца? Вот он у меня достиг потолка, вот, и надо ли прищипнуть у огурца макушку? Друзья, правильно говорят, век живи, век учись. Я уже опытный огородник, но до сих пор нахожу какие-то полезные советы. И с удовольствием делюсь этими советами с вами. Например, не так давно узнала, как приобретать все необходимое для дачного сезона с выгодой. Все от грунта до отделочных материалов и садовые техники я всегда заказываю на мегамаркете. Здесь за покупки до конца июня можно получить повышенный кэшбэк. До 50% бонусами на товары для сада и загородной жизни. Например, хотим заказать вот такую газонокосилку. Полезная вещь в хозяйстве. Стоит она 6 636 рублей. Из покупки я получу 1395 бонусов Сберспасибо. Их можно копить и использовать для оплаты до 99% от стоимости заказа. А во время работы на огороде появляется всегда что-то необходимое. И бонусы очень выручают. А еще для новых покупателей по промо-коду Мега Дача на мегамаркете действует скидка. 1000 рублей на первый заказ от 5000 рублей. Переходите на мегамаркет через QR-код на экране или по ссылке в описании. И учитесь покупать с выгодой. Надо ли прищипывать макушку у огурца? Вот он у меня достиг до потолка. Что мне с ним делать? Вы должны понимать, что огурец это лиана. И он до бесконечности может расти. И не надо ограничивать у него точку роста. Не надо заниматься никакой прищипкой. Первое. Как мы решаем эту проблему? У нас под потолком тоже натянута сетка. Поэтому огурец, когда доходит до потолка, он своими усиками цепляется за сетку. И вот здесь, в принципе, куполом огурцы растут. Ничего мы не прищипываем. Мы даем волю огурцу. Потому что прищипнуть макушку вы все равно лишаете себя дополнительного урожая. Как еще можно поступить? Вы можете, если у вас шпагат подвязан, способ опускания огурца в кольцо на земле, этот способ мне не нравится. Не каждый с ним справится. Можно сломать огурец, травмировать. Нет, это нет. Вы можете просто по шпагату притопинерить огурец снова вниз, и он пойдет вниз расти. В принципе, огурцу все равно, как он будет расти. Вы ему должны дать свободу. По поводу того, как же собрать большой урожай огурцов. Вы многие пишите еще, я отвечу вам на вопрос. Вы пишете, что очень много пустоцвета. Как мне сделать так, чтобы огурец начал давать, завязывать клады. Почему у меня пустоцвет? Пустоцвет у вас, во-первых, потому, что у вас огурец пчелопыляемый. И то, что порой нам пишет производитель семян, что он партинокорпический. И, конечно, бы хотелось, чтобы производители были бы более чистоплотные и не делали пересорт семян. Потому, что мы с вами ждем, что будут сплошные огурцы. А получается, в итоге, что у нас половина пустоцвета, а огурцов нет. Пчелопыляемый огурец совершенно формируется по-другому, чем огурец партинокорпический. То есть партинокорпический, вы знаете, да, это огурец, который не имеет мужских цветочков. Он имеет только женские соцветия. И вот здесь, если у вас огурец пчелопыляемый, как только отросли настоящие четыре листочка, вы должны ему обязательно прищипнуть макушку. Для чего вы это делаете? Если у огурца партинокорпического, вот по стволику, да, огурца, идут постоянно завязи, то здесь, конечно, немного иначе. У огурца пчелопыляемого огурцы завязываются на плетях, которые начинают, то есть на пасынках, которые начинают отрастать. Вот там как раз-таки и будет завязывание огурцов женского типа цветения. А если вы это не сделаете манипуляцией, вы просто-напросто будете без огурцов. Теперь я хочу остановиться на партинокорпическом огурце. Здесь, конечно, огурец, который партинокорпический, он, как многие, да, нас уверяют, он должен вестись в один ствол. Так делают фермеры, так это им удобно, да, нет загущенности огурца, и он работает с полной отдачей. Но здесь стоит опять вопрос, я просто на личном опыте, я раньше тоже так делала и вам показывала, но и сейчас я все равно, я делаю это частичное посынкование, я вам сейчас покажу. Но если мы сейчас, просто, если фермер показывает, да, вот он посынкует, 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 огурец посынкует, и этот огурец очень быстро отдает, у него быстрая отдача урожая, и вы должны понимать, что где-то в середине лет, то есть сейчас, вы уже должны снова посеять огурцы на рассаду, чтобы потом эти огурцы заменить. Или может быть такое еще, что вот если вы сейчас вот у нас будете наблюдать, если посмотреть, у нас огурцы в теплице по разные сроки, разные сроки посадки, поэтому есть побольше огурцы, которые уже дают урожай, и мы собираем, есть огурцы, которые поменьше, то есть мы растягиваем вот эту волну посадки. Как же все-таки поступить с партинокарпическим огурцом? Как его пропосынковать? Я вам сейчас вот постараюсь объяснить, как это сделать. На примере вот этих маленьких огурцов, огурчиков, да, я вам сейчас покажу, как я поступаю с огурцами. То есть, вот если мы, это огурцы партинокарпические, то есть в каждой пазухе, в каждой пазухе будут завязываться огурчики. На первой стадии, пока огурцы маленькие, и я могу наблюдать вот эти пасынки, их можно прищипывать руками, это очень все легко делается. Они полностью-полностью вот так удаляются, то есть они не нужны. Огурец пришпиливаем топинеру, потому что если вы думаете, что он сам начнет плестись, нет, вы должны сначала ему дать вот такой старт. А сейчас я вам покажу на большом огурце, что же я делаю дальше. Вот смотрите, если мы будем наблюдать, но бывает по какой-то причине, но я не исключение, ну, прозевала я вот это вот посынкование на этом партинокарпическом огурце, и лишать себя дополнительных огурцов я тоже не хочу. Вот на примере вот этого отросшего пасынка я вам сейчас покажу. Посмотрите, вот у меня идет завязь, вот они будут, два огурчика, здесь будет огурчик, что я делаю, чтобы у меня не было густых дебрей, я беру и вот так прищипываю макушку, то есть я вот так оставляю побег. Дальше наблюдаем вот здесь тоже, если мы будем наблюдать, вот видите, вот он, пошел пасынок, я знаю, что он, конечно, обязательно перерастет, тут я себя не контролирую, одну-две пазухи оставлять, здесь уже как угодно. Беру, вот видите, вот он идет пасынок, вот здесь у меня будут огурчики, я его беру и вот так вырезаю. Здесь смотрим, вот видите, пасынок отрастает, вот его видно, он достаточно большой. Я беру и вот так прищипываю макушку у пасынка. Вот так я стараюсь, по крайней мере, следить за огурцами. Но пока они вот такие маленькие, я обязательно прохожу. И сейчас нам надо, чтобы он трогался в рост, и все нижние пасынки я удаляю. Ну что ж, дорогие друзья, вот я вам вот так немного хотела, в общем, рассказать об огурцах. Вообще, эта культура, пожалуй, ну я не знаю, для меня она самая такая неубиваемая. А с вами была Юлия Меняева на канале Высадули в огороде. Пока-пока.